Всем привет! Я посмотрел 33 самолета одномоторных, легких, в игре Microsoft Flight Simulator и сейчас будут обзоры на каждый из этих самолетов, коротенькие минут по 5-10. Поехали! И обзоры на остальные самолеты, ссылочки в описании. Я предлагаю вам начать тестировать с Cessna 152, стандартной. Сразу будем взлетать, один кружочек, взлет, посадка и сразу записываем свои ощущения, как оно. Ну, изначально Cessna 152 очень хорошо проработана, один из самых лучших самолетов, поэтому будем равняться на него. И вот я вывожу заодно характеристики Cessna 152 особо. Однопропеллерный, категория А, круизная скорость 107, range 415, empty weight, max fuel, take-off weight и все такое. Здесь все эти параметры есть. Я это убираю. Небольшой обзорчик, оцениваем визуальную составляющую самолета. На маленьких оборотах звучит хорошо. Так, ну, Cessna все знают, но так, чтобы было от чего отталкиваться. И давайте еще раз снаружи посмотрим детали. Нас интересуют анимации. Положение закрылок регулируется. Все плавненько. Свет есть. Так, звук спереди, звук сбоку и сзади. Детализация превосходная. Все как и положено. Всякие мелочи есть. Антенки, огни, лампочки. Все на высшем уровне. Так, возвращаемся в кабину. Смотрим двухместный самолет. Ничего такого интересного нет. Сзади небольшой багажный отсек. И смотрим, какие тут стандартные виды настроены. Взгляд вперед на панель приборов. Ну, тут все четко. Влево взгляд, вправо взгляд. И вернуться в исходное положение. Отлично. Так, проверяем. Здесь все работает. Нас еще интересует стояночный тормоз. По навигации смотрим. Здесь ничего нету, только радио. Ну, полетели. Посмотрим быстренько. Найдем газку. Отпускаем стояночный тормоз. Давайте ветер включим, чтобы отображался тоже. Вот так вот. Так, взлетели. Вот так вот. Сразу проверяю, как звук. А ну-ка. Так, кадры в секунду чуть-чуть проседают. Но не критично. Управляется отлично. Поднять закрылки. Шасси не убираются, поэтому мы их не трогаем. И проверяем триммер. Работает? Да, вот работает. Так, ну, теперь самое интересное. Проверяем, что происходит, если мы убираем скорость и стараемся выдерживать горизонт. Так, скорость падает. Это пищит привод. Ничего страшного. 60 узлов. Так, еще летим прямо. Так, скорость падает. Управляемость так свистит. Что дальше происходит. Все. Так, сваливание работает. Теперь давайте по скорости проверим. Как он может набирать. Как он может набирать. Ладно, потестировали немножко. Давайте возвращаться. Далеко мы улететь не успели. Посмотрим пока детальки интерьера. Приборы красивые. Приборы красивые. Тихо, тихо. Правой кнопкой мышки нельзя зажимать. Иначе происходит... Что-то не то. Так, видим, как ближе к земле. Вот чуть шатает. Продолжение следует... так отличная супер посадочка мне кажется и на этом наш тест окончен давайте по табличке посмотрим все ли вы посмотрели характеристики посмотрели все здесь четко реалистик уникальность кнопки давайте кнопки пощелкаем все ли здесь кнопки работают так стояночный тормоз ставим так тут все работает работает эти кнопки не работают это работает это работает тут все работает ну радиостанции понятно работает ну в принципе на наверное не знаю насколько тут что не работает ну ничего такого супер важного здесь нету поэтому в принципе все работает все но не все поэтому ставим 9 из 10 условно так здесь все десяточка отлично ну реалистичность я не знаю будем сравнивать с ней поэтому ставим сюда десяточку визуально снаружи внутри давайте сейчас еще раз проверим всякие потертости ну ладно не десяточка пускай будет восьмерочка звуки fs realistic работает все звуки двигателя есть поэтому пускай тоже будет 10 outside звуки 10 и внутри 10 тут все вот так вот пусть и будет чек-лист в игре есть или нету проверяем какой-то он урезанный не понял только до таков а странно это удивительно ладно ну четверку поставлю наверно и мануал я не знаю есть или нету но в интернете легко найти поэтому это не принципиально ставим здесь давайте посмотрим в папку если я найду вот папка c172 здесь я мануала не вижу но здесь вы внутри игры есть целое обучение полетов именно на этом самолете поэтому здесь они учат всем аспектам ставим тоже из 10 ну не 10 давайте 9 поставим потому что бумажного мануала нет по кадром в секунду ну я не знаю я напишу 40 было я видел 40 было и 20 иногда но в среднем ничего такого заметного не было навигации никакой здесь нету но это уже другие характеристики это не не входит в мою уже оценку так сказать ладно едем дальше цесна 172 у меня и к сожалению нету потому что она входит только в какую-то версию а нет она у меня есть и здесь пишем 172 g тысячная навигация у нее не очень люблю эту навигацию но какая есть 195 196 206 236 226